Всем привет ребят! Ну что, будем тестировать еду на Альтаировском, которое находится на Муздорской дороге 55. Красивое место, никогда здесь не было. Поехали, глянем что и как. Ну вот как-то так, ребят. Нормальное заведение такое. Пока что оставляет приятное впечатление. Давайте пойдем дальше, посмотрим что там есть. Так, там что-то готовят. Тут какое-то дополнительное помещение. Видимо бронирует столик. Вот как-то так. Давайте посмотрим меню. Вот такие напитки. Ну что, мы заказали два бургера. Голодный батя и дьявольский бургер. Вот чек. Это приблизительно 700 российских рублей. Кому интересно, можете ставить на паузу и смотреть, познакомиться с меню. Ну и здесь, собственно, бургеры. Все, будем дома. Включимся. Ну что, ребят, наконец-то мы дома. Давайте посмотрим, что нам приготовил Треф. Вот такой вот пакетик. В таких вот тарах. Второй бургер. Больше ничего нету. Какие-то чипсы. Давайте откроем, посмотрим, что находится внутри. Вот так все это выглядит. Уже разрезано. Чипсы. Палочка. Честно говоря, непонятно она для чего. Немножко непонятно. Ну ладно. Чипсы. Давайте попробуем, что за чипсы. Ну, обычные, самые дешевые чипсы. Ничего особого не представляет собой. Ну, чипсы как чипсы. Я как понимаю, это дьявольский бургер. Я как понимаю. Ну, уже большой минус то, что они не написали, где какой бургер. Это для меня это большой минус. Так. Давай посмотрим, что внутри. Так. Вижу сыр. Мягкая булочка. Много сыра, котлета. Не самая толстая котлета, конечно. Тесто прилипло к котлете. Не очень приятно. То есть, вот это вот так вот как-то выглядит. Под котлетой помидоры вижу. Перец. В общем, как-то не впечатляет внешний вид. За такие деньги это. То есть, это один бургер стоит 300 рублей. Ну, вы уж меня извините. Давайте попробуем, как он на вкус. Да, это точно дьявольский бургер. Очень острый. Но... По одному укусу ничего не понятно. Давайте еще раз попробуем. Булочка очень мягкая, приятная. Чересчур много перца острого. Ну, не могу назвать это минусом. Обычный соус. Ничего с собой не представляет. Ну, если честно, намного дешевле. Вот в Маэстро Классик, кто знает в Макдоналдсе. Она там стоит, по-моему, в районе 80 гривен, по-моему. Намного вкуснее, вот честно. Намного вкуснее и приятнее. А тут какой-то фарш непонятный. Ну, вот вторая половина, вот смотрите. Ну, блин, вот реально напоминает какой-то там недоделанный биг-тест. Вот без какого-то там супер соуса, без ничего такого. Ну, не знаю. Ну, по вкусу я поставлю где-то 6 из 10. Это довольно-таки неплохо. То есть, это не ужасно, неплохо. А это что-то среднее. Но в соответствии цена и вкус, не знаю. Я 3 балла поставлю из 10. Ну, реально не соответствует. Не знаю, меня разочаровал этот дьявольский бургер. Давайте перейдем к следующему бургеру. Как он называется? Голодный батя. Те же самые банальные чипсы. Палочки. Снова такие непонятные. Зачем надрезать бургер и ставить палочки? Ну, не знаю. Да, еще один минус, что можно было запаковать в бумажные этикетки, а потом уже ставить в саму емкость, так как емкость будет потеть. Я не знаю, видно или нет. Вот тут вот. Я думаю, видно, да? Да, видно. Да. Ну, в общем, как-то так. Так, чипсы я пробовать не буду. Сразу видно то же самое. Давайте посмотрим, может этот бургер порадует. Так, сразу вижу какой-то непонятный соус. А ну-ка, смотрим, снова булка прилипла. А, это не булка прилипла, это соус получается. Соус, котлета, маринованные огурцы, лук, вижу. Он тут как-то состав побогаче идет. Да, лук, маринованные огурцы, соус. Короче, и какой-то непонятный соус. Ну, котлета тут даже немножко побольше. Давайте дегустировать, пробовать. Вот это вот вкусно. Стоит 155 гривен. Ну, я типа не знаю, но за эти деньги можно купить намного лучше бургеры. Реальная цена, вот мне кажется, это гривен 80. Ну, не 155. Ну, никак. Нет ничего такого, чтобы сказать, вау, прям бомба, шедевр. Я обалдею, я буду его заказывать. Нет. Самая обыкновенная булочка сверху. Ничего такого сверхъестественного. Я от такого заведения ждал намного большего. Заведение само по себе красивое, но бургеры, не знаю, разочаровали. Оно вкусное, но не 155 гривен. 80 гривен, это реальная цена этого бургера, максимум. 80 гривен, то есть 160 рублей. Я разочарован. Вот такие вот дела, ребят. Всем пока.